О том, что он хочет связать свою жизнь с фтизиатрией, он решил еще на четвертом курсе первого медицинского университета имени Сеченова. Специализация показалась в ту пору студенту Дмитрию Кондру очень интересной. К тому же статистика говорила, что таких специалистов в медицине довольно мало. У нас был довольно интересный курс именно фтизиатрии во время обучения на специалитете на пятом курсе. Это было на базе института именно Перельмана, институт фтизиатрии пульмонологии. Во время обучения как-то уже втянулся. Мне просто это нравится. После окончания Сеченовки Дмитрий Кондр прошел клиническую ординатуру на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. А после устроился на работу в Видновское отделение Московского областного противотуберкулезного диспансера. Работает он с ноября месяца, справляется, вникает во все дела, очень контактный, стремится все познать. Многие далекие от медицины люди до сих пор уверены, что туберкулез – болезнь асоциальных элементов общества. Между тем болеют им все – от бизнесменов и руководителей предприятий до лиц, освободившихся из мест лишения свободы. К тому же распознать туберкулез на ранних стадиях бывает довольно сложно. Туберкулез является, так сказать, обезьяной всех болезней, поэтому выделить конкретную симптоматику, естественно, это невозможно. Также туберкулезы бывают и в нелегочной локализации, поэтому здесь уже стоит обращаться к специалисту по конкретному профилю, к тому же хирургу. Тем не менее, при возникновении длительного кашля, излишней потливости, усталости, неприятных ощущений в области грудной клетки, аптезиатры, советуют обратиться в противотуберкулезный диспансер. Сейчас подобраны курсы химиотерапии, естественно, есть клинические рекомендации, которые постоянно обновляются, идут постоянно исследования в этой области, поэтому, разумеется, бояться этого не нужно. Дмитрий Кондор советует также заботиться о своем здоровье, чаще прислушиваться к своему организму и, конечно же, не пропускать ежегодную диспансеризацию.